Дорогие друзья, я приветствую вас на канале у Натальи Соболев в Израиле. Сегодня я покажу вам Дом Бабочек. Это чудесное место находится в Юрусалиме, около зоопарка юрусалимского, около аквариума. Для тех, кто покупает билеты в аквариум, посмотреть рыбок. Это место бесплатно. Вот такой шикарный бонус. Ой, как красиво здесь, здесь целый сад. Ой, как здесь красиво. Посмотрите, взял кот тут особенный. Вот так что бабочки не пролетели, наверное. Видите, какие-то сделаны. Цепи. Лесят. Вот куда мы попали. Ой, цепь. Вот это да. Вот такой накрытый павилион. Ой, бабочки уже пошли. Ой, какие большие. Ой, какие большие. Ой, ух, даже с тропируем. Ой, какая красота. Дветочки здесь такие. Ой, бабочка. Как же, чтобы она села. Как ее сфотографировать так быстро. Цветов здесь только много. Вот так красиво все оформление сделано. О, сколько летает. А большие такие огромные. Ну, не знаю, с ладонь, наверное, бабочка такая большая. Вот так быстро они пролетают. Так, здесь сделаны такие окошки. Подписаны здесь какие-то бабочки. Вот такое, что это, как растение. Посмотрите, избивается. Живое такое. Вот что это такое. В иврите написано Махлен Тимот. Так, ну мы бабочек, бабочек будем фотографировать. Место небольшое. Сделано в виде тропического леса. Где вы идете по дорожкам среди красивых цветов и искусственного водопадика с прудом. А вокруг летают бабочки. Появление бабочки имеет четыре стадии цикла. Яйцо, личинка, куколка и взрослая особь. Кроме бабочек, можно здесь увидеть различных членистоногих со всего мира. Разные насекомые живут в отдельных домиках. Бабочек не очень много. Место небольшое, но очень красивое и атмосферно здесь. Единственный минус – очень душно и жарко. Но, наверное, такой климат нужен бабочкам. Много, очень много растений. Все буквально утопает в зелени. Привезены бабочки из тропических стран, из разных концов света. Ну, прямо тропический рай. Внутри помещения сделаны дорожки, проходя по которым, наблюдаешь красивые цветучие тропические растения, орхидеи. А прямо над головой порхают живые большие бабочки. Некоторые бабочки очень большие и красивые. Особенно нам понравилась бабочка. Размах крыльев, который достигает почти 12-14 сантиметров. Вот это чудо! Иногда бабочки могут сесть на яркую вашу одежду. Поэтому рекомендую одеть яркие красочные платья. Среди цветущих растений сделаны столики с едой для кормления бабочек. Куда они садятся и можно их сфотографировать. Сладенькая тут лежит и мысль. Дыня, апельсинчик лежит. Такие организованные подносики с едой. И вот сладенькая апельсинчики там. Дыня лежит. И вот они садятся и кушают для свиньих. Питаются бабочки нектаром цветов, соками гниющих плодов и различными сахаристыми выделениями растений. Но некоторые, например, такие как мешочница, хохлатки, во взрослом состоянии не принимают пищи и живут за счет резервных веществ, накопленных жировой ткани еще в стадии личинки – гусеницы. Бабочки различают цвета, но не видят множества подробностей. Они четко видят красный, желтый и зеленый цвет. Могут видеть и цвета из спектра ультрафиолетовых. У множества бабочек на крыльях имеются именно ультрафиолетовые пигменты, невидимые для человеческого глаза. Бабочки, в принципе, никогда не спят, как это происходит у животных, людей и птиц. У них есть период отдыха. У дневных – ночью, у ночных – днем. В среднем живут 2-3 недели. Бабочки чувствуют запах. Похоже на запах ее любимой пищи – цветочный нектар. Бабочки являются важным компонентом большинства наземных экосистем нашей планеты. Особенно значима их роль в качестве опылителей. Вот еще домики, и там членистоногие. Такие, как муравьи, есть таракан, мертвая голова. Можно увидеть медную бронзовку, эффектно блестящего жука, родственного навозника, а также черную муху-лювинку – ценный источник белка для животных. Там показано, как пчелы ведут себе в ульне. Мне побежать далеко-далеко, чтобы никто не нашел. Пусть будет мне нелегко-нелегко, пусть будет мне хорошо. Солнце хочу, небо хочу, радуг хочу и дорог. Здесь, как всегда, и тепло, и уют, но мне покоя не знать. Стены в обоях дышать не дают, мне б убежать, убежать. А я не хочу четыре стены, пол, потолок. На этом, мои дорогие, наша экскурсия закончилась. Я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи.